Добрый день дорогие мои друзья! Мы продолжаем тему нестандартной фигуры. Вы находитесь на канале Галина Коломейко Кройка и Шитье. И последнее, о чем хочется мне поговорить сегодня, это о так называемой неравновесной фигурке. Что это такое? Вы понимаете, что у одной фигуры мы прозбирали с вами 6 особенностей. Так вот, отличие от стандартной фигуры, и вы понимаете, что у одной фигуры у вас одновременно может выступать и одно, и другое, и пятое, и шестое. Я приведу вам пример фигурки, у которой одновременно выступает, вы видите здесь, выступ груди и выступ ягодиц. Если вы самым обычным образом, измерив мерочки, выбрав прибавочки, построите ей основу, базовую конструкцию, а потом попытаетесь забрать лишнюю, то это платьишко, оно на нее сядет. Видите, да? Но за счет выступа груди оно будет вверху, впереди вот так вот провисать. А сзади, наоборот, за счет выступа ягодиц будет сдергиваться. То есть его направление будет некорректным. Видите, каким относительно плоскости пола. Боковой шов в любом случае должен проходить вот так. Так вот фигурки, у которых одновременно выступают грудь и ягодицы, или еще будет у нас тип фигуры лопатки и живот в будущем, да, я называю неравновесными. И для того, чтобы иметь возможность забрать лишнюю ткань, в данном случае по спинке в области лопаток и по полочке в области живота и бедер, я должна ширину сетки увеличить на 2 сантиметра. Сколько забираем, столько и прибавляем к ширине сетки. Если вы даже на глаз сейчас можете увидеть, что у нас вот это платьишко шире, чем вот это платьишко. Это у этого платья ширина сетки меньше, а у этого платья ширина сетки даже мы визуально видим больше. И когда вы потом заберете лишнюю ткань на полочке вот в этом месте в полурельеф, а на спинке вот в этом месте в полурельеф, ваше изделие развернется. Развернется таким образом, что низ изделия будет строго параллелен линии низа, линии пола, а боковой шов пойдет строго вертикально вверх. И мы получим то, что мы хотим, то, что нам, конечно же, и нравится. Мы сюда прибавили 2 сантиметра, соответственно, мы здесь заберем и вот здесь заберем. Здесь на спинке заберем вверху, на полочке заберем внизу, и по закону физики наше платьишко развернется. И все встанет на свои места, развернет за собой боковой шовчик и выправит нам линию низа. Вот, собственно говоря, весь секрет. Вот это последнее, что хотелось мне добавить к теме выступа грудных желез и выступа ягодиц. Продолжение следует. Всем добра, мира и здоровья. До новых встреч. Всегда ваша Галина Коломейко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова